Да, это было в 1994 году. Я жил в квартире, где не было воды. Я ходил каждое утро, я ходил в общественные диване, мыться, душу. И тут было однажды, там сидит два чувака, которые, они в веселом настроении, что-то хорошее. У них водка там есть, которая необычная была в утреннее время. И они предлагают всем водку. И потом оказалось, что их посадили пожизненно в Терму. Их посадили в глубокие советские времена. И тогда было, что когда человек отсидел пожизненно 25 лет, тогда, когда он отсидел 20 лет, их выпустили на три дня. На более, и потом на пять лет еще посадили. Чтобы они не потеряли совсем государство. И я помню, для меня это было вот такое, я сидел, я понимал, что их посадили в тот год, когда я родился. Их выпустили на поле, и они все, они, вот сидят люди, у Советского Союза уже нет. И сидят люди, и они спрашивают, вот что, как, что происходит, почему, где Советский Союз, где это. И я помню, когда я опоздал из института, я помню, я ждал до конца, когда они, они это самое обсуждали. И это было их последнее утро, когда они должны были посовещаться, я остался на всю, на весь день я остался в бане. Потому что я не мог понять, как это, как это так. Человек сидит 20 лет, потом выпустили на три дня, а еще пять лет. И вот как-то вот для меня, ну, у меня мироразрение поменялось очень сильно, потому что я понял, что все-таки человеческие боли, все-таки свобода, и это огромное. И для этого, ну, из-за этого, вот у меня, для общественной пани, для меня сейчас, ну, как-то, относятся к слову «свобода». Потому что я свободный человек, остался там и пошел дальше учиться. Поэтому я люблю в России ходить в бане. Просто в пластины. Вот. И, вот, на самом деле, очень смешно, так что, вот, в последнее время я хожу в бане, уже городские бани. И меня всегда радует, когда я вижу, что финская печка. Это очень радует, на самом деле. Вот, Харвей, например. Ну, потому что я знаю, что это почти как я думаю.